Один из основателей космонавтики писал, что Земля является ею разумом, но бесконечно жить в ней нельзя, добить ее. Варианты ответов – раковина, могила, ракета, колыбель. На тематические вопросы отвечали ученики восьмого класса, разделившиеся на четыре команды по 4-5 человек. Интерактивная игра включала в себя три блока. Каждый этап содержал по пять вопросов о подготовке к полетам в космос, о строении космических кораблей и космонавтах, а также ребята отличали правдивые факты о космонавтике от вымышленных. Ребята любят такие мероприятия, они заранее готовились и сегодня с удовольствием участвовали на мероприятии. Восьмиклассники остались довольны интеллектуальной игрой. Спасибо, что организовали нам такой квест в преддверии Всемирного дня космонавтики. Было интересно, я узнала много фактов о космосе всех соступающих. Для нас было очень увлекательно и интересно, но, правда, некоторые вопросы вызвали затруднения. Мне тоже очень понравилась игра, она была очень интересная, я узнала много нового и было очень довольно здорово. Спасибо большое. Вопросы викторины не требовали специальной подготовки. Правильные ответы можно было найти, используя логику и интуицию. Организаторы мероприятия отметили заинтересованность школьников космической темой. В этом году в преддверии дня космонавтики мы решили посетить первую школу с игрой «Космос рядом». Судя по тому, как прошла игра, мне кажется, то, что ребятам очень понравилось, потому что вопросы были интересные. Мне кажется, они запомнили вопрос про четырех собак-космонавтов. Всем участникам были вручены дипломы, но главное в этот день они узнали новое обкорение космоса человека.